Для большинства из нас год начинается не столько 1 января, сколько 1 сентября. И учебный год начинается, и во многом рабочий год начинается. Правда же? И я хотел бы в эти собрания накануне, перед сентябрем, посвятить важным вещам, как вот этот новый учебный рабочий год мог бы быть для нас наибольшим благословением. И я хочу, чтобы мы с вами открыли 138-й псалом. И давайте прочитаем вместе 13-й стих. И вот псалмопевец обращается к Господу с такими словами. Когда вы сегодня утром проснулись, с каким настроением вы проснулись? Тот, кто с хорошим закричал, тот, кто с плохим, просто молча сидит. А вот вопрос, от чего наше настроение зависит? Вот почему иногда ты просыпаешься с хорошим настроением, а иногда просыпаешься с плохим настроением? Или у тебя бывает плохое настроение, а тут бывает хорошее настроение? Нам же чаще всего кажется, что наше настроение зависит от того, что в нашей жизни происходит. Правильно? Что-то хорошее происходит, у тебя и настроение хорошее. Что-то плохое, у тебя и настроение точно так же плохое. И тут я хочу вам напомнить старинный пример со стаканом, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Этот пример со стаканом тут же разбивает мнение о том, что наше настроение зависит от ситуации в нашей жизни. Потому что стакан наполовину заполненный водой почему-то иногда рассматривается как пустой наполовину, а иногда как наполовину полный. То есть, если мы думаем, что стакан влияет на настроение, это не совсем так. Часто наше настроение влияет на то, как мы воспринимаем этот стакан. Так же? А бывает даже вот, произошла какая-то маленькая неприятность, и ты весь в таком ужасном настроении сидишь. Бывает? Или наоборот, вроде ничего особенного не произошло хорошего, а у тебя внутри радость. Я не случайно прочитал вам это место священного писания, потому что сегодня я буду говорить о некоторых вещах, которые в Библии вроде бы так не упоминаются. Но когда Бог нас создавал, Он же создавал какие-то костные ткани, там, жидкости, какие-то слизистые, там, материи внутри нас. Бог нас создал. И псалмопевец говорит, что Бог нас создал как? Дивно. Хорошо. Гармонично. И ученые-биологи говорят, что наше настроение зависит от, такое очень умное слово, нейромедиаторов. То есть в нашем мозгу есть разные нейромедиаторы. Может быть, ты слова такого не знал, но они в тебе все равно есть. И это нейромедиаторы, это такие активные химические вещества, которые передают импульсы между нейронами. Этих слов вообще нет в Библии, но это все создал Бог. Мы просто так это все назвали. Так вот, от этих нейромедиаторов, которые находятся в твоем мозгу, и зависят, воспринимаешь ли ты стакан на половину пустым, или воспринимаешь ты стакан на половину полным. И хотя я повторяю, вот этих нейромедиаторов названия нет в Библии, однако в Библии показаны нам механизмы, которые сегодня ученые могут назвать очень какими-то умными словами. Но в Библии показаны принципы, как мы можем быть счастливыми в нашей жизни. И я хотел бы сегодня поговорить о четырех нейромедиаторах, которые находятся у каждого из нас. И как эти нейромедиаторы, созданные и подаренные нам Господу, могут служить для нас благословением, а иногда наоборот не служить благословением. Я думаю, что некоторые названия вы слышали, но у нас пробовать не научная лекция, я все поясню. И самый первый нейромедиатор – это дофамин. Его называют нейромедиатором охотника. То есть этот гормон дает человеку приятное ощущение, когда человек чувствует, что он вот-вот достигнет цели. Причем очень интересно, не когда он достиг цели, а когда он предчувствует, что он достигнет цели, в этот момент внутри у нас происходит всплеск дофамина, и из-за этого такое радостное предчувствие. Ученые, конечно, это все определили биологи такими довольно жестокими методами, там брали обезьян и давали им какие-то задания, которые обезьяны должны были исполнить. И когда обезьяна решала это задание, ей давали виноградный сок. Обезьяны любят виноградный сок. Кто любит еще виноградный сок? Ну понятно, от кого вы все произошли. Виноградный сок. В начале обезьяны не знали, им давали задания, они их делали, и тут им давали за выполнение задания виноградный сок. Когда обезьяна снова начинала делать очередное задание, она уже так предполагала, что-то будет, она его выполняла, и ей снова давали виноградный сок. Когда обезьяна принималась за выполнение очередного задания, и вот когда к обезьянам были подсоединены всякие датчики, и там измерялся уровень химических веществ внутри них, и вот когда обезьяна чувствовала, что вот сейчас она выполнит задание, то есть она уже знала, как выполнить задание, в этот момент в мозгу обезьяны был всплеск дофамина. И что интересно, когда обезьяна выполняла задание, и ей давали виноградный сок, то когда она уже пила виноградный сок, дофамин падал. То есть это вот именно заложенное, дарованное нам Господом определенный гормон, который связан с предчувствием победы, с предчувствием какого-то результата. И я думаю, что каждый из нас переживал это в своей жизни. Недаром же говорят, что вот, думаю, не только у меня одного, что ожидание Нового года приятнее самого Нового года. Когда ты ожидаешь Нового года, и ты думаешь, вот Новый год, праздник детства, мандарины, елка. Не случайно, очень важно, вот мы в церкви уже много-много лет, да, перед Рождеством делаем свечи Адвента, потому что само ожидание Рождества, оно не менее важно, а может быть даже более важно, чем сам праздник. И вот ты ожидаешь, и вот ты предчувствуешь, да, как вот соберутся там на Рождество или на Новый год дорогие близкие люди. И ты думаешь, а вот там моя жена давно хотела такую штучку, а я, может быть, куплю, и ей будет подарок, и она так обрадуется. И ты там едешь, и ты выбираешь то, чтобы ты купил и подарил ей, ты готовишь какие-то подарки, ты их красиво упаковываешь, там в сотню упаковок, там всякие ленточки накручиваешь, что-то такое делаешь. И вот в этот момент у тебя счастье, дофамин, ты просто ожидаешь это. И вот праздник, Новый год там, предположим, и потом 1 января, дофамин вниз пошел. Новый год мы встречаем с суровыми лицами. Понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, драгоценные все это, скажешь, пастор, какие-то умные слова, ну, поймите, все это заложено в нас, в нас Господом. И мы это можем использовать либо правильно, либо неправильно. Между прочим, именно в этом секрет, почему многие люди подсаживаются на игровые автоматы, или просаживают много денег в казино. Казалось бы, что их так влечет? А вот именно, когда человек берет последние деньги, и он думает, вот сейчас я выиграю, наконец-то. У него происходит всплеск дофамина, ему кажется, что он сейчас в одном шаге от того, чтобы стать миллионером. У него всплеск гормонов, всплеск дофамина. И именно это держит людей годами часто играть в эти автоматы или в казино, не имея никаких серьезных выигрышей, просаживая деньги. Но они, тем не менее, вот не могут освободиться от этой зависимости. На самом деле, они сидят вот на этой дофаминовой зависимости. Вот-вот, вот-вот. Поэтому я еще раз говорю, мы, дарованные нам Богом механизмы, можем использовать либо правильно, либо неправильно. Как же правильно использовать то, что нам Бог даровал? Драгоценные, ставьте перед собой какие-то цели. Вот Новый год, сентябрь месяц. Наша жизнь, она не просто такая прямая. Это же смерть. У нас есть какие-то праздники, у нас есть какие-то цели в жизни. Ставьте цели. И само то, что в вашей жизни есть цели. Например, 1 сентября твои дети впервые пойдут в школу. Или у кого-то внуки впервые пойдут в школу. Думаешь, вау, это такое событие, мы к этому готовимся. И вот само ожидание каких-то событий, праздников, 1 сентября, или день рождения, или еще что-то. То есть, когда ты ставишь перед собой... Я сейчас не говорю про какие-то глобальные цели. Я говорю про небольшие цели, потому что многие люди пренебрегают маленькими целями в своей жизни. И не понимая, насколько они важны. Недаром говорят, что наша жизнь, она из чего состоит? Да вот из этих маленьких мелочей, да? Из этих маленьких праздников. Поэтому, драгоценные, придавайте значение каким-то планам вашей жизни, каким-то задачам. Ставьте какие-то определенные цели. Пишите планы. Вот это хочу, это хочу, это хочу. И само ваше ожидание этого придет к тому, что ваша жизнь будет насыщенной. Ваша жизнь будет благословенной. Это очень и очень и очень важно. Ставьте цели. Я всегда, когда в сентябрь месяц, вот мы думаем, да, вот мы планируем какие-то конференции, там, молодежная конференция, там, бизнес-конференция, еще какая-то конференция. Там у нас вот есть совместная встреча Рождества. То есть мы делаем планы. И каждый раз, когда мы достигаем этого, знаете, даже, вот, я и говорю, не достигнули, а именно достигаем, когда мы движемся к этому, внутри нас происходит всплеск этого гормона, дофамина. И у нас радость. У нас радость, что мы идем от победы к победе, от благословения к благословению. Ну и, конечно, драгоценные 1 Петра, нет, 2 Петра, открою, 2 Петра, 3 глава, 13 стих. 2 Петра, 3 глава, 13 стих. Апостол пишет, все мы по обетованию, то есть по обещанию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот, в принципе, вы заметьте, вся христианская жизнь, вот мы читаем послание апостолов, мы видим, что вся жизнь 1 Церкви, это была жизнь ожидания. Они постоянно ожидали приход нашего Господа. И само это ожидание даже, хотя скажешь, Виктор, ну чего там они ожидали Господа? Две тысячи лет уже прошло, все еще Господь не пришел. Ну, послушайте, само ожидание приносит наполнение и радость в нашу жизнь. И поэтому я думаю, некоторые говорят, Виктор, а когда Господь придет? Я говорю, ну как при нашей жизни. А как еще? Если апостол Павел верил, что при их жизни придет, то я через две тысячи лет тем более в это верю. Ты скажешь, ну а если не придет при твоей жизни? Само ожидание является огромнейшим благословением. Поэтому несчастна жизнь атеистов, которые ничего не ожидают за гробовой доской. Но у нас не так. У христиан есть великое ожидание. И мы ожидаем, пишет апостол Петр, нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так, пишет дальше апостол, возлюбленные, ожидая сего, ты ожидаешь всего? Посмотри на своего соседа. Если он улыбается, он ожидает. Если сидит грустный, пришел грешник, еще не покаялся, ничего хорошего не ждет. Но в конце будет возможность покаяться и возрадоваться в дофамине. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел поддал на ему премудрости, написал вам. То есть, мы ожидаем прихода Господа. А то, что он еще не пришел, это только потому, что он хочет, чтобы как можно больше людей спаслись и вошло в Божье Царство. Аминь. И вот эта вот жизнь в состоянии ожидания новой земли, нового неба, жизнь в состоянии ожидания, что после этой физической смерти мы продолжим наше бытие на новой земле и на новом небе, где обитает правда, наполняет нашу жизнь огромным благословением и счастьем. Все это скажут? Аминь. Второй нейромедиатор, окситоцин, тоже. Второй уже можно показать. Окситоцин. Его называют гормоном обнимашек. То есть, всплеск окситоцина от прикосновений. Но не просто от прикосновений. Могут прикоснуться к нам по-разному. Но от прикосновений, в которых есть доверие или принятие. Когда ты ощущаешь, что тебе доверяют, и ты в ответ доверяешь также людям, которые вокруг тебя. Окситоцин взлетает, и человек чувствует счастье. Смотрите, послание Киевской церкви, 4 глава, 31 стих, где апостол Павел пишет, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Я понимаю, что мы все вышли из разных семей. Многие еще из таких советских семей, где люди были суровы, потому что они строили коммунизм. И отношения в семьях тоже, к сожалению, часто были суровыми. Я иногда, когда посещаю, когда хожу в гости, замечаю, что очень нередко в семьях атмосфера пропитана криками, недовольством, там кто-то орет, кто-то кричит, кто-то спорит. Мы сами не понимаем, что вот эта атмосфера, что бы в твоей жизни ни происходило, какие бы победы в твоей жизни ни были, но если вот такая атмосфера вокруг тебя, ты в принципе не можешь быть счастливым человеком. Поэтому Павел говорит, 32 стих, «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, он увещевает, что мы должны быть добрыми друг ко другу, сострадательными. Мне очень нравится, как в послании к римлянам апостол Павел говорит, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Ведь не случайно, когда мы собираемся, я иногда говорю, повернись к ближнему, обними его или пожми руку. Скажешь, «Пастор, зачем это нужно?» или «Дай пять». Ну, какие-то вот такие вещи, формальности. Не-не-не-не, это не формальности. Это очень важно, когда здесь мы не просто вот собралась в церковь послушать, проповедь, попеть псалмы и разойтись, а когда здесь атмосфера семьи, где ты ощущаешь, что ты здесь принят, не потому, что ты там какой-то великий или ты там чего-то достиг, а потому, что просто ты Божье дитя. Ты принят только потому, тебя любят, ценят и уважают, потому, что ты есть Божий, Божий ребенок, Божье дитя. И так важно каждому лидеру, каждому служителю на домашних группах, на своих служениях, вот не просто ставить какие-то цели или планки, куда мы должны идти, это все хорошо. И мы говорили об этом, когда говорили про первый нейромедиатор. Но помимо всего этого важна вот сама атмосфера. Когда есть вот эта атмосфера доверия, атмосфера любви, окситоцин поднимается. Бог так создал. Бог создал, чтобы мы проявляли любовь и были братолюбивыми с нежностью. Поэтому, вот вы знаете, вот так важно, скажешь, пастор, ну вот как вот я вот вышел из такой суровой семьи, где там никаких обнимашек не было. Создайте новую культуру в своих семьях. Приучитесь, когда вот вы вечером собираетесь все вместе домой, когда вы встречаетесь, обнимать друг друга. Если ты думаешь, что это какая-то ерунда. Нет, это не ерунда. Это напрямую влияет на то счастье, которым нас наполняет. И послушайте, я читал исследования ученых, которые говорили, что, предположим, человек, вернувшись домой с работы, и на работе, предположим, что-то произошло неприятное, неприятный разговор с начальством, или с коллегами, или что-то не получилось. И вот он приходит домой, и если дома его встречают объятиями, то вот тот негатив, который он получил на работе, резко идет вниз. А радость приходит. Кажется, а что изменилось? Что, проблем меньше стало? Нет, не стало. Сложность ушла? Нет, не ушла. А что изменилось? А он почувствовал, что он оказался в атмосфере принятия, где его любят и его уважают. И сама вот эта атмосфера обнимашек, она приносит радость. Мы в нашей семье стараемся, когда мы встречаемся, утром мы там приходим на кухню, встречаемся, мы обнимаем друг друга. Скажешь, что вы, соскучились за ночь? Нет. А кситоцинтика нам не хватает? Ну, вы поймите, ну, не просто такое, знаешь, что такое. Знаешь, мне, конечно, дела нет, но пастор сказал, ладно, давай, пожмите руку-то. Потому что, вы знаете, можно пожать руку, а можно пожать руку. Можно так вот приобнять брата, а можно приобнять брата. Когда ты передаешь ему вот уважение через это. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И вот это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Умение вот это вот, это, конечно, должно быть искренне, просто там наиграно, должно идти изнутри. Мы должны быть наполнены, наполнены любовью, должны делиться этой любовью друг с другом. В этом есть сила церкви, в этой удивительной атмосфере, которая здесь царит. И все это скажут? Аминь. Аминь. Упростите, скажу, это просто-напросто природные боли утоляющие. Природные боли утоляющие. У меня некоторое время назад такое было происшествие, когда я вел машину. Ну как происшествие? Можно так сказать, происшествие. Вечером поздно я возвращался домой, еду по дороге, такая небольшая дорога, и уже был вечер, и она была плохо освещена. А с одной стороны, немного частного сектора были дома. Я еду на машине, еду не быстро. Вообще, знаете, очень хорошее правило по городу, если нет никакой нужды, лучше не гонять, лучше не носиться. У нас в последнее время в Екатеринбурге столько страшных аварий. Ну, думаю, вы видите в сводках, да? Потому что, по сути, даже, знаете, такая вещь бывает. Вот я, хотя в этом городе родился и вырос, но я по городу езжу с навигатором езжу. И навигатор, вот положим, нужно там положим, шейкмана 7, вбиваешь, и он показывает, во столько ты приедешь. И, ну, я же не просто водитель, я же мужчина-водитель. Мне же интересно обогнать предполагаемое время. И он, положим, показывает мне там, приедешь, положим, в 3 часа ты доедешь до шейкмана 7. Я такой думаю, в 3 часа не знающий город, но я, коренной Екатеринбуржес, должен быстрее. И ты, предположим, едешь, и там уже, как, объясняю я моей жене, на моргающей зеленой, красноватого оттенка, ты еще успеваешь где-то там проехать, там где-то кого-то объехал. Знаете, я замечаю такую вещь. Вот как бы ты ни старался, как бы ты ни гнал, когда ты уже на моргающее желтое пролетаешь, ну максимум ты на 5 минут быстрее приедешь. Максимум 5 минут. А сколько риска? Сколько риска ты и себя, и окружающих подвергаешь? Поэтому вот надо в жизни понять, есть ли некуда спешить, езжай спокойно. Езжай спокойно. Лучше все будет. И вот этот случай меня еще раз убедил. Я еду, как всегда, спокойно, вот, еду спокойно, и вижу, что из частного сектора выбегает маленький поросенок. Я рассказывал-то, нет, состаре? Вот, маленький поросенок выбегает, просто. Вот, ну вот, я понимаю, если бы я там где-нибудь жил в деревне, то, ну, ничего особенного, но когда ты живешь в городе, поросенок, он вызывает какой-то интерес тоже, я еду домой, не тороплюсь, я остановил машину и смотрю, этот маленький поросенок начинает бегать там вот по, по полосе дорожной, вот он постречной, бегал, 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 и тут навстречу летит какая-то девятка на огромной скорости, я пытаюсь моргать фарами, чтобы показать, что тут поросенок бегает, а он, видно, летит, и, в общем, он этого поросенка сшибает, вот прям на моих глазах, вот я сижу, там поросенок бегает, и навстречу девятка сшибает этого поросенка, удар был такой силы, что я думал, все, капец поросенку, вот, у девятки разворотило аж морду от удара, вот, она уезжает на обочину, вот, поросенок лежит, я смотрю на этого поросенка, вдруг поросенок вскакивает, и стремглав улетает в частный сектор, мне было интересно, как у него голова осталась на теле, а он убежал, понимаете, я абсолютно убежден, что от этого удара у поросенка там куча костей переломалась, удар был очень сильный, ну, я говорю, бампер разворотило у Жигули, но что происходит, когда мы переживаем боль, происходит как раз в нашем организме всплеск эндорфинов, и как бы эндорфины служат природным обезболивающим, понимаете, о чем мы говорим, они словно обезболивают, и ты на какое-то время перестаешь чувствовать боль, это как вот, ну, бывает так, знаете, какое-то происшествие, там, сложная ситуация, там, ты бывает, ну, люди ломают руку, либо ломают ногу, но ситуация критическая, и они словно, не чувствуя боли, до этой сломанной ноги куда-то убегают, а потом проходит время, опасность исчезает, и вдруг жуткую боль начинают ощущать, но какое-то, какое-то количество минут они совершенно ничего не ощущали, почему? Действие эндорфинов происходит, происходит в нашем теле, в нашем организме, на этом принципе вот построено, как я говорю, что вот это все можно использовать во благо, а можно использовать во вред, во вред, что такое мазохизм, когда люди получают наслаждение, от боли, когда человеку плохо, человеку больно, а ему от этого хорошо, на самом деле ему не от боли хорошо, ему хорошо от эндорфинов, которые в этот момент впрыскиваются, ты скажешь, пастор, хорошо, а как же вот правильно использовать этот механизм, дарованный нам Господом? Давайте откроем 1 Тимофею, 4 главу, 8 стих, я считаю, что это очень важно, то, о чем мы сейчас будем говорить, это очень важно, особенно для нас, для жителей большого мегаполиса, очень важно, потому что большую часть жизни мы проводим в сидячем положении, дома сидишь, в транспорте сидишь, на работе сидишь, так вот, в 1 Тимофею, 4 глава, 8 стих апостол Павел говорит, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящее и будущее, так вот, на основании этого стиха некоторые сделали выводы, что телесное или физическое упражнение, оно вредно, оно не нужно, так вот, апостол Павел здесь нигде не пишет, что физическое упражнение вредно, он говорит, что физическое, телесное упражнение не так полезно, как благочестие, почему? Потому что благочестие полезно как для нашего настоящего, то есть люди, живущие праведны, благословенны в настоящем, они сеют и пожинают благословение, и при этом благочестие полезно еще для будущего, для нашей вечности. Телесное упражнение не так полезно, как благочестие, потому что твое физическое состояние сегодня не будет иметь такого большого значения в вечности, какая разница, что лежит в горбу. Здоровое накаченное тело или нет? Поэтому для будущего телесное упражнение не имеет значения, но оно имеет значение для настоящего. Потому что от нашего физического самочувствия влияет многое в настоящей нашей жизни, разве нет? Если у тебя что-то, например, болит сейчас, например, сильная боль где-то чувствуется, ты даже проповедь не можешь спокойно слушать, ты постоянно отвлекаешься на свою боль. Разве не так? Когда мы себя физически ощущаем хорошо, это влияет на нашу земную жизнь. Да, это, наверное, не будет иметь значение в будущем, потому что апостол пишет, кровь и плоть Царства Божьего не наследуют, но на земле кровь и плоть имеют значение и большое значение. Поэтому драгоценное на чем вообще построено физическое упражнение? Мы об этом говорили, просто хочу напомнить, когда люди занимаются физическим, что так или иначе их мышцы получают как бы микроболи, микро, мышечная ткань, микроболи, микротрещины получаются, это микротрещины зарастают, так мышечная ткань как бы увеличивается в размере, увеличивается в объеме. И что интересно, почему вот люди после тренировок, после каких-то занятий, они чувствуют, с одной стороны, побаливают мышцы, особенно если долго не занимался. Ну что интересно, от этой боли приятно. Ощущали? Вот позанимался, тело натренировалось, тело устало, где-то там мышцы побаливают, долго не работающие, а ты вдруг так нагрузил их, и они там побаливают, но тебе при этом неплохо, тебе при этом хорошо. Поэтому вот этот третий секрет, который я хочу, чтобы мы взяли для нового рабочего учебного года, так важно, драгоценны, чтобы каждый из нас каким-то образом физически занимался, физически, сейчас немало количества людей бегом занимаются, ходьбой скандинавской, ходят, гимнастику делают в спортзалах, вот у нас жалко, по субботам тут были упражнения, сейчас их же нету, вот нам нужно восстановить, если вы верующие, вы занимаетесь спортом, вы поймите, это необходимо для счастья, почему у нас в церкви, мы можем это делать, физическое упражнение влияет на наше счастье, напрямую, вырабатываются нейромедиаторы, и счастье приходит, поэтому люди физически нагружающие тело ощущают себя более счастливыми, это имеет очень простое объяснение, и очень важно нам с вами использовать это, потому что в настоящем это приносит каждому счастье, и последнее, четвертое, четвертый нейромедиатор, серотонин, я думаю, это слово уже многие-многие слышали, серотонин, его еще называют гормон смысла жизни, когда человек не видит смысла в своей жизни, смысла в своем существовании, не видит никакой пользы, опустошен, подавлен, у него проблемы с серотонином, серотонин поднимается, когда в жизнь приходит осознанность, в жизнь приходит смысл, и когда ты ощущаешь, что да, ты движешься, вот, то, что Писание называет призванием, ты ощущаешь счастье, даже, когда, может быть, не все получается в этом призвании, но само движение, осмысленное, приносит тебе, вот, всплеск этого серотонина, и я хочу последнее место Писания сегодня открыть, это второе послание Коринфянам, 5-я глава, где апостол Павел пишет в 15-м стихе, «А Христос за всех умер». Павел вспоминает смерть нашего Господа Иисуса Христа и говорит, что Иисус за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И так продолжает Павел, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служения примирения. И 20 стих я еще прочитаю. Итак, мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог вещевает через нас от имени Христова просим примиритесь с Богом. Когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к церкви, у нас не просто какой-то смысл жизни появляется, у нас приходится самый важный вообще из всех возможных смыслов. Бог дает нам самое великое призвание на этой земле. Причем не имеет значения, кто ты. Ты можешь быть бизнесмен, преподаватель, менеджер, студент, кем бы ты ни был, но каждый из нас несет в своей жизни служение примирения, примирение людей с Господом. на каждого из нас лежит миссия от Бога возвещать благую весть. Евангелие Иисуса Христа, Евангелие любви, Евангелие благословения, Евангелие веры, Евангелие мира, мира между человеком и Богом. И когда верующий отходит от Бога, когда в его жизни уходят эти великие смыслы, смыслы служения, как Павел здесь говорит, что Иисус умер, чтобы мы жили для умершего за нас и воскресшего. Когда ты осознаешь, что сегодня цель твоей жизни, смысл твоей жизни, Христос величайшая цель и твое призвание возвещать людям о Христе, чтобы они получали мир, получали прощение грехов, оправдание, искупление, дар вечной жизни, то ощущение этой миссии наполняет тебя величайшим счастьем. Даже когда не все тебя принимают, не все тебя соглашаются слушать, не все открывают свое сердце для Иисуса Христа, но само это осознание, что ты исполняешь Божью волю, твоя жизнь не бессмысленная, твоя жизнь наполнена миссией от Господа, целью от Бога, призванием от Бога. Драгоценный, не теряйте этого. Когда ты превращаешься просто в формального прихожанина церкви, то ты это счастье теряешь. И хотя вот поймите, вот эти слова, о которых мы сегодня говорили, дофамин, серотонин, эндорфины. Вроде бы этих всех слов в Библии с одной стороны нет. Зачем же об этом говорить? Тут не в словах дело. Бог нас создал именно таким образом. Это слова, которые просто люди дали тому, что Бог в нас заложил. И Бог желает, чтобы мы это мудро использовали, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы были радостными, чтобы мы были блаженными на этой земле. И вот это все находится в нас. И что интересно, это все подчиняется определенным истинам, которые мы сегодня читали в Священном Писании. И когда мы не просто об этом читаем, когда мы начинаем это воплощать в своей жизни, тогда мы становимся по-настоящему счастливыми людьми. Мне так хочется, чтобы как жди раз, когда мы здесь собираемся, это было собрание счастливых людей. У нас есть проблемы, у нас есть сложности, мы ошибаемся, у нас не все получается, но мы счастливые люди. Почему? Потому что мы живем по Божьему Слову. И даже когда ты не знаешь всего, о чем мы сегодня говорили, но исполнение вот этой Божьих заповедей запускает в нашем теле эти механизмы заложенные, созданные и заложенные в нас с Господом для того, чтобы каждый из нас был по-настоящему счастливым человеком, независимо от того, что происходит вокруг. И каждый верующий расскажет Аминь. давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Вы знаете, я убежден, что все эти четыре гормона чрезвычайно важны для каждого из нас. Это заложено в... Бог нас такими создал, Бог нас такими сотворил. все эти нейромедиаторы важны. Но у каждого есть свои слабые стороны. У кого-то может быть было такое суровое воспитание, что какие там обнимашки. Ты так любишь. Ты всем об этом сказал 10 лет назад. Ты ничего больше не говоришь, потому что у тебя ничего не изменилось. Людям мало того, что ты им когда-то давным-давно сказал. Люди нуждаются в проявлении, в контактах, в контактах, наполненных любовью, наполненных уважением. Церковь должна быть таким местом уважительного отношения друг к другу, местом, где мы любим друг друга и проявляем эту любовь нашими прикосновениями, нашими словами, нашими улыбками, нашими глазами, которые наполнены любовью. И создавайте такую же атмосферу у себя в домах, у себя в семьях. Ну и что, что там у дедушки с бабушкой так не было, у нас должно быть. Они, может быть, не знали об этом, но мы знаем об этом, и мы должны это воплощать в своей жизни. Ставь себе, вот на Новый год, ставь себе цели, планы, не обязательно какие-то грандиозные планищи ставить, но ставь небольшие цели и само твое движение к небольшим целям, к небольшим задачам. Ну, почему небольшим? Они, может быть, в рамках вселенной небольшие, но и небольшие в рамках твоей жизни. Почему не радоваться, почему не двигаться? Ставьте цели, ставьте планы себе, достижение их, оно само по себе наполнит вас счастьем. поскольку мы живем в большом городе, у кого-то проблема, это малоподвижный образ жизни. Важно, почему, вы знаете, этот зал, у нас есть спортзалы, чтобы мы играли, верующие, собирайтесь там, футбол играть, еще какие-то игры, залы у нас есть, собирайтесь, драгоценные, у нас есть возможность для физической активности, это точно так же наполняет наше тело радостью, поднимает вот эти эндорфины в нашем организме. И, конечно же, не дайте вашей вере превратиться в формальность, потому что, когда для вас призвание станет формальностью, Божья миссия станет формальностью, Божьи цели станут формальностью, вы автоматически превратитесь в несчастных людей. У нас не все получается, но мы счастливы, потому что мы новое творение, мы идем к Божьим целям, и нам доверено самое важное дело на этой земле, возвещать людям о Господе Иисусе Христе. Вы просто подумайте о каждой из этих четырех областей, и там, где у вас больше всего проблем, там, где это не работает, прими решение в своей жизни, чтобы все заложенное Господом в твоем теле приносило тебе благословение. всемогущий всемогущий Господь, спасибо тебе за сегодняшний день, спасибо тебе Господь за слово Твое, которое раскрывает нам секреты, как не просто жить, но быть счастливыми в этой земной жизни, как быть наполненными радостью, Господь в этой земной жизни, как Господь радоваться независимо от обстоятельств, независимо от каких-то ситуаций, радоваться Господь, благослови каждого, каждого, каждого моего брата, каждую мою сестру во Христе Иисусе, чтобы эти четыре вещи, о которых мы сегодня говорили, были благословением для нас. Давайте еще помолимся, взяв ближнего за руку. Спасибо Господь тебе за нашу большую семью, спасибо тебе за церковь, мы не идеальный Бог, но мы братья и сестры, мы несовершенны, но мы дети Божьи, мы стремимся к совершенству, я молю мой Бог, благослови Господь, благослови, жизнь каждого в этом зале для тебя важна, и я молю мой Бог, чтобы мы в нашей жизни ставили цели, ставили планы, потому что само достижение является счастьем, я молю мой Бог, чтобы мы не жили как в болоте, но в нашей жизни было течение, в нашей жизни был поток, который бы двигал нас вперед, двигал бы нас дальше, Боже, благослови, благослови, чтобы мы жили в этом потоке, не в болоте, а в потоке, в потоке жизни, в потоке радости, благослови, Господь, ожидание, вот движение в этом потоке, ожидание, Боже, приносит такое счастье, Господь, и самое главное, чтобы мы никогда не забывали и могли внутри себя вместе с апостолом Иоанном говорить, ей гряди, Господи Иисусе, мы ожидаем Тебя, ожидаем нового неба и новой земли, где обитает правда, и само ожидание наполняет нашу жизнь радостью и счастьем. Благослови, Господь, благослови, Господь, Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я молю, мой Бог, учи нас не быть скупыми на эмоции, на объятия, на слова добрые, слова, наполненные любовью, чтобы мы говорили друг другу хорошие слова, чтобы мы были братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждали, чтобы каждый мог ощущать уважение к себе здесь и сам уважал окружающих его верующих. Благослови, Господь, я молю, мой Бог, за атмосферу в нашей церкви, за атмосферу в наших семьях, чтобы это была уважительная атмосфера, наполненная любовью. Благослови, благослови, Господь, благослови, Бог. Я также, Бог, молю, чтобы не только наши сердца, не только наши тела, но наши, не только наши души, но наши тела мы также правильно использовали, Господь, давали нагрузки физические, потому что, Боже, таким Ты создал наше тело, чтобы физически наши тела трудились, Господь. Так много проклятий, так много болезней мы получаем из-за неправильного образа жизни. Я молю, Бог, благослови, чтобы у нас не только душа трудилась, мы не только духом пламенели, но и наши тела также работали, Господь. И в этом есть счастье, Господь, благослови, благослови нас на физическую активность, благослови, Господь. Я молю, мой Боже, чтобы мы никогда не теряли смысл нашей жизни, который сокрыт в Боге, во Христе, ибо мы им и для Него созданы. Чтобы мы, Боже, мы никогда не теряли ощущение этого великого призвания, этой миссии, которая есть не только на пасторах в церкве, не только на служителях, не только на евангелистах. Это призвание есть на каждом верующем. Ни один здесь не является ненужным для Бога. Жизнь каждого цена. И у тебя есть для каждого в этом зале призвание, для каждого цель, Господь. Каждый из нас призван в том, что он делает. Нести проповедь Евангелия, проповедовать не только словами, но своими делами, своими жизнями, Господь. Проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Благослови Иисус, благослови Иисус, благослови Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я молю, мой Бог, чтобы мы были настоящими. Все, что мы делаем, когда мы говорим друг другу, касаемся друг друга, общаемся, чтобы это было не формально, не лицемерно, а по-настоящему, по-настоящему, Господь. Слава Тебе, честь и хвала. Отец, Сын и Святой Дух, и каждый верующий да скажет Аминь. Ну как? Вот смотрите, несколько минут подержал за руку ближних, а уже как-то посчастливее стал, а? Посмотри, а он стал сосед твой посчастливее, да? Вот, просто пообщались, вы поймите, вот просто нахождение в обществе людей, где тебе не надо ничего никому доказывать, никому, ни себе ничего не нужно доказывать, не нужно никого из себя строить, это уже само по себе наполняет нас счастьем и любовью. Аминь. Слава, слава нашему Господу. Давайте встанем, давайте встанем, слава Господу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Давайте еще, возьми ближнего, коснись его за плечо. Если брат брата, можно приобнять. Если сестра незнакомая тебе, просто за руку возьми, так, не прижимайся сильно. Это уже другое счастье, об этом сегодня не говорили. Слава Господу. Господь, благослови Иисус, благослови Иисус, благослови Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Вы слышали? Вот я специально ваше внимание хочу сконцентрировать. Вот те механизмы, которые Бог задолжил в наше тело, мы можем либо правильно использовать, либо неправильно. Это для нас может быть либо благословение, либо проклятие. Вот ожидание чего-то. Можно в казино счастье получать, и твоя жизнь идет под откос. либо ставя важные и нужные цели и планы, пусть небольшие, но важные, и двигаясь с ним переживать счастье. Понимаете, да? То есть он так же от боли. Можно физически трудиться, там, пробежки делать, или ходить, или там фитнесом заниматься, и чувствовать счастье от того, что твои мышцы там перенапряглись, ему больно, эндорфины работают, эндорфины действуют, да? А можно там мазохизмом заниматься, как там подростки режут там себя, кровь течет, они сидят. Тоже хорошо им, но толку никакого. Понимаете? Объятия тоже. Вот, вы знаете, я помню, когда я изучал историю, меня одна вещь удивляла, ведь дьявол тоже часто использует эти принципы для своих целей. Я помню, когда мы изучали Германию периода Третьего Рейха, то у немцев, вот во времена Гитлера, они собирались, и у них были такие целые массовые качания. Сотни, иногда тысячи немцев собирались вместе, они пели песни, брали друг друга, раскачивались, и такое счастье у них было. Но при этом, куда их это вело все? Мы видим, на какие преступления. То есть, понимаете, вот это все можно использовать для зла, а можно для добра, для света, для нашего Господа. Куда мы это используем? Поэтому в церкви старайтесь общаться, говорить какие-то слова, обнимать друг друга, говорить какие-то вещи хорошие друг к другу, и делайте это искренне. Через это духство действует. Некоторые думают, как духство действует? Вот надо, чтобы особый человек прикоснулся, особый помазанник. Некоторые так верят. Это ерунда полная. Не верьте в эти все вещи, что вас какой-то особый кашпировский прикоснется, и у вас все хорошо будет. Это неправда все. Неправда. Я в этом сентябре буду 30 лет как верующий в Иисуса Христа. Я за 30 лет понял, что это неправда. Любое прикосновение с любовью принесет добро вам. Понимаете? Когда вас любят, не думайте, что особые люди. Вы, наполненные любовью, взяв свою сестру, смотрите ей в глаза, Бог действует через вас. Я не случайно, когда ко мне люди приходят молиться, я люблю взять их за руки, вот чтобы прикоснуться, смотреть в глаза и молиться за них. Почему? Я хочу, чтобы любовь передалась в этой молитве от меня к ним. Понимаете? Божественная любовь. Возлагать руки. Это не то, что чудо, кто-то возложил руку. Рука, возложенная с любовью, любая рука наполнена любовью, несет нам благословение. Поэтому не переоценивай чьи-то руки и не недооценивай свои руки. Аминь. Господь Всемогущий, спасибо тебе за церковь, за атмосферу, наполненную Духом Святым, за радость, за то, что Твое Слово учит нас, как мудро жить на этой земле, когда мы трудимся тебе и наполнены счастьем, Господь, наполнены радостью, наполнены благодатью, наполнены благословениями Твоими, Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. И мы благодарим тебя, Господь, за то, что наши жизни имеют смысл. Мы живем тобой и для тебя. В нашей жизни есть призвание нести примирение людям с Господом. И я молю, мой Бог, чтобы мы не забывали об этом, но исполняли наше призвание, потому что в этом секрет счастья. Исполнять великую миссию, возложенную на каждого из нас Господа. бога, о бога, Исполнятия